Ну что ж, дорогие мои друзья, продолжаем проходить столпы земли по Кен Фоллиту. С другой стороны, вряд ли нас накажут, если мы всего лишь спросим. По крайней мере, наказывал нас не Ремегий. Брат Марк говорит, что его бьют не реже, чем раз в неделю. Ну понятно, здесь они между собой разговаривают. Так, давайте поговорим с новициями. Похоже, ты хочешь у меня что-то спросить. Вы же Филипп из Гуинеда? Да, но вы можете звать меня брат Филипп. Вот видишь, я же говорил, что он не будет возражать. Да, а теперь спроси его. Давай ты его спросишь. Я уже спросил брата Эндрю. Так, ладно, давайте мы... Вот так сделаем. Я отвечу на ваш вопрос, но обещать не разговаривать в куатре в полный голос. О, разумеется. Обещаю. Брат Милли сказал, что вы великолепно знаете Писание. Поясните нам, что есть Храм Божий. Брат Эндрю отказывается объяснять. Давайте-ка вот так вот. Каждый из нас есть Храм Божий, в том смысле, что Он создал нас. А если кто-то поднимет руку на Храм Божий? Писание гласит, если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог. Даже, даже если он уничтожит собственный Храм Божий, значит, получается, что и приор Джеймс не спасется. И это не было самоубийством. Приор Джеймс не совершал самоубийства. Но той ночью никто его не видел. Никто не знает, что произошло. Бог все знает. Бог знает, что заставило его выбежать на лед. Говорят, что за ним гнался дьявол. Не произнеси его имени. Мне случилось видеть, как бежали в страхе самые смелые люди, по разным причинам. Но дьявола я никогда не видел. Полагаю, не стоит приплетать его сюда. Ему ни места в этой истории, ни в наших сердцах. Согласны? Да, брат Филипп. Спасибо вам, брат Филипп. Ну что же, ребята, вот мы и поучили новийцей, как говорится, уму разуму. И дальше будем делать уже свои дела. Куда бы нам с вами отправиться, я даже пока и не знаю. Мы можем пойти сюда, по идее. Можем пойти... Так, это молодые монахи. Дверь собора, дорога на кладбище. Давайте сюда пойдем. Дорога к портику собора. Ну что ж, посмотрим, куда мы сейчас выйдем. Ммм, по сравнению с нашей маленькой лесной обителью, монастырь просто огромный. Карта Киндерского собора, 1136 год. Открыть карту. Ага, все понятно. Здесь у нас все расписано, но единственное, что я не вижу на ней себя. Это приходится... Приходится самому догадываться, где я сейчас нахожусь. Дом приора. Передний двор. Кухня. Так, ну что ж, ладно. Давайте посмотрим. Ага, дверь кухни. Филипп. Брат Милей. Иди сюда. Погрейся у очага. Неужели это брат Филипп? Скажи ему, чтобы погрелся у очага. Спасибо, брат Кадберт. Ага, понятно. Значит, здесь Кадберт и Милей. Очаг и горячие камни. Оу, чудесно. Я всегда подкладываю камни в очаг на случай, если понадобится быстро согреть воду. Положишь один такой камень в карман, вот ты и согрелся. Да? Ой. Так, ребята, нам нужно как-то этот камень взять. Осторожно, они горячие. У меня вроде где-то тряпочка же была, да? Давайте-ка мы, наверное, в тряпочку и завернем этот камень. Отлично. Камень все еще горячий. Отлично согревает холодными зимними ночами. Сразу тепло стало. Я и вовсе не обжег руки. Я знал, что ты справишься. Так, что здесь еще есть такого хорошего, а? Раскрашенный горшок. Милли, зачем тебе такой красивый горшок? О, этот, чтобы я не забывал, что во всем стоит стремиться к красоте и порядку. Я начал собрать семена и орешки, потому что хотел сделать новые посадки. Прекрасная мысль. Но собрать их достаточно, так и не дошли руки. Если тебе попадутся какие-нибудь семена, скажи мне. Так, если что, будем знать, что ему нужны семена. Трудишься во славу Господню, как обычно. Мне приходится кормить братьев соленой рыбой шесть раз в неделю. А у нас поговаривают, что в вашей обители каждый день подается свежая рыба. А через день мы едим птицу. Ты проделал невероятную работу в обители святого Иоанна, Филипп. А у нас, на 13 лет, к ряду был слабый приор. Да упокоит Господь его душу. Все, что вы тяжким трудом добываете в обители святого Иоанна, тратится понапрасну в нашем монастыре. Вот пройдут выборы, и новый приор поправит ваши дела. Ремигий поправит наши дела? Может, мы его недооцениваем? Может быть, мы недооцениваем Ремигия? Он собирается жечь все книги и бумаги в комнате приора, включая счетные книги монастыря. Ремигий и Грия, будто Джеймс завещал жечь все до последней страницы после его смерти, кроме Библии. Что? Бесчетных книг, денежные дела монастыря уже никак не поправить. Неужели больше никого не выдвинули? Только Капперта. Я отказался, я слишком стар. Никто не решается занять место приора Джеймса. Ага, все, поговорили, да? С тех пор, как он начал беседовать с дьяволом... Что? В один прекрасный день он начал беседовать с дьяволом, как будто они стояли лицом к лицу. Он вел с дьяволом спор за свою бессмертную душу, шептал о своих... ...прегрешениях. Своих прегрешениях? Так что, только уйти. Поговорим позже. Ну что, пойдемте к Капперту, поговорим с ним. Брат Капперт. Брат Капперт. О, а мы-то тебя ждем, не дождемся. Надеюсь, ты прихватил с собой немного сыра. Которым славится обитель святого Иоанна. Я отдал его одному из новицыев. Зачем же ты так поступил? Он сказал, что вершить Господню работу на головный желудок не так-то легко. Обжора, брат Марк. Ты слишком доверчив, Филипп. Тебя что-то беспокоит? Брат Капперт, вижу, что тебя что-то беспокоит. Приор Джеймс был добрым человеком. Но наш монастырь в полном упадке. Филипп отлично это знает. Просто он слишком добрый, чтобы говорить об этом слух. Да, я знаю об этом. Решив приехать сюда на Новый год, я собирался поговорить об этом с Приором Джеймсом. У нас есть все, чтобы стать богатейшим монастырем. Много земли и приходов, с которыми мы собираем десятину. Но мы все в долгах. И даже новицы воруют, Филипп. Да, кто-то утащил у меня ключи. Ремигий обвинил меня в их потере. Но из погреба не раз пропадала еда, а кто-то пользуется моими ключами, чтобы воровать ее. И вот сегодня я обнаружил пропажу. Продолжим разговор немного попозже, брат Катберт. Разумеется. Ну что же, ребята, здесь вроде бы как все, да? Ничего больше здесь нету, по ходу дела. Тогда пойдемте на выход. Нам здесь еще много, надо что посмотреть и узнать. Дверь в Клуатр. Так, ага, это мы вернулись обратно. Где стоят новицы, ладно. Пойдем тогда куда-нибудь в другую сторону, наверное. Странно приимный дом. Так, сюда нам почему-то нельзя зайти. Дорога вокруг собора. Так, лошади, конюшни. Да, мрачные времена. Англия. Да-да-да, Филипп, я представляю, какая там вонь стоит. А задание у нас поговорить с Фрэнсисом. Ну что ж, давайте тогда дальше пойдем. Дорога вокруг собора. Арнольд. Что он нам копает? Брат Арнольд, как поживаешь? Ась, что? Как поживаешь? В добром ли здравии? Брат Филипп, да, я здоров. Да, я здоров. Только вот мертвецы ни за что не хотят спокойно лежать. Что? Мертвецы! А все эти барсуки. Вечно раскапывают могилы. Так, тут у нас какие-то новицы сидят. Мой отец отдал монстрю солидный куст земли, чтобы меня не морили голодом. Я не могу целыми днями есть соленую рыбу. Я тоже. Ну как, спустимся сегодня в погреб? Еще как, брат Марк. Ключи из старого Катбера все еще у тебя? Но, конечно, я спрятал их прямо в церкви. Сунул их в здоровенную трещину в стене. Я бы и сам бы кое-что запихнул в трещину. Я в тебе не сомневаюсь. Так, один из новицев сказал, что спрятал ключ Катберда где-то в трещине в стене собора. Так, понятно, ребята. Это у нас те самые олухи, которые не хотят, как говорится, работать и воруют. В общем, здесь воры. И дали нам информацию, что ключи, которые они украли у Катберда, где-то в соборе спрятаны в трещине. Нам нужно будет их найти. Ну что же. Так, дверь в кулатор мы были. Или там дом Приора. Но здесь мы еще не были. Я же сказал, меня не беспокоить. Брат Ремиги, прошу прощения, что прерывает твое служение. Ты хочешь сказать служению Приора Джеймса? Именно так. Говорят, он провалился под лед. Ужасно. Да, это я таскал его розари на берегу реки. А теперь будь добр, не отвлекай меня. Не знаю, стоит ли, наверное, пока нет. Давайте спросим о смерти Приора. Зачем же приору Джеймсу понадобилось идти на реку посреди ночи? Он бежал от погони. От погони? Кто же за ним гнался? Обвинитель. Зачем дьяволу понадобилось преследовать его? Нам лучше не вмешаться в эти дела. У тебя ведь хватает дел в собственной обители, разве нет? Слушайте, ребята, что-то здесь очень и очень мутно все. Вам не кажется так? Брат Марк украл ключи у брата Кадберта. Брат Марк? Я разберусь с этим. Хорошо, что ты рассказал обо всем мне. Воростой — это грех, к которому нельзя относиться легкомысленно. Ха, ты. Такое ощущение, что он их покрывает. Я хотел поговорить о ключах, которые украл брат Марк. Я разберусь с ним. Хорошо, что ты рассказал обо всем мне. Ну что, спросите о дьяволе. Ты действительно веришь, что Приора убил дьявол? Так думают некоторые братья. Я уважаю их мнение. Вероятно, мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле. Вот и все. А теперь позволь мне вернуться к работе. Какой-то он немногословный, я смотрю, а? Че, ребят, все? Поговорили, теперь пойдем отсюда. Никакой информации ценной он нам, конечно же, не дал. И такое ощущение, что он здесь очень даже замешан в этом деле, в смерти Приора. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но первоначальное мнение у меня складывается именно такое. Где же нам найти, ребята, эту трещину, в которую они спрятали ключи? Интересно. Так, ну-ка, давайте-ка глянем. Документы. Карта, карта, карта. Что у нас тут по карте еще не проверено? Давайте глянем. Так, в деревне мы еще не были. На кладбище были. Дом для собраний. Честно говоря, я даже не знаю, где я тут был, а где я не был. Ну, мы это все с вами, естественно, разузнаем. Ладно, давайте зайдем внутрь. Так, и мы вышли с этой стороны. Дверь в собор. Там, по-моему, нас спросил брат подойти к нему поговорить. Давайте-ка мы это сейчас с вами и сделаем, пожалуй. Так, а тут-то что у нас? Так, никакой трещины не вижу, но, по крайней мере, говорил, что внутри собора. Значит, где-то здесь должно быть это дело. Так, что тут у нас? Чаша со святой водой. И главные двери. Это мы куда? А, это мы обратно вышли. Ладно, давайте обратно. Свечка. Потушил. Так, ладно, давай-ка, Филипп, наверное, мы с тобой пойдем сюда вперед. Так, смотрите, еще одна дверь и... Ага, вот, Фрэнсис, нам с ним поговорить и надо. Ёлки-палки, нажал не туда немножко. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш наш на сущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Так это он помолился. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Так, все, хорошо, ладно, а теперь говорим с Фрэнсисом. Рад тебя видеть, братишка. Взаимно, Филипп. А ты начинаешь сидеть. А ты пока нет. По крайней мере, в этом я могу смело сказать, что тебя обгоняют. Ты всегда отличался смелостью, просто не хочешь это признавать. Фрэнсис, зачем ты приехал? Король Генрих мертв. Знаю, в обитель Святого Иоанна дошли вести, как раз когда я отправился в путь. Сперва король, а теперь и приор Джеймс. Дьявол явился в Кинсбридж. Что? Да, слышал от кого-то фразу, глупость какая-то. И все же, определенно, настали темные времена. Смерть короля Генриха внеслась умятиться в политическую жизнь страны. Быть в войне. Записи Фрэнсиса. Борьба за трон. Первая часть. Изучить. Записи Фрэнсиса о почтившем короля Генрихе, королеве Мот и короле Стефани. Первая часть. Датированная 1 января 1136 года. Долгие годы король Генрих оставался без наследника, поскольку многие его родственники, включая сына, утонули, пересекая пролив в одну ненастную ночь в 1120 году. Наконец, его дочь Мот родила сына. Последним пожеланием Генриха было, чтобы королем под именем Генриха II стал его малолетний внук по достижениям совершеннолетия. А до того момента править должна была мать наследника, королевская дочь. Несмотря на то, что королева Мот была законной наследницей, нормандская знать не была к ней расположена ввиду ее брака с Джефруа Анжуйским. Герцогство Анжу и Нормандская соперничали на протяжении долгого времени, и теперь это соперничество готово перерасти в войну, которая разразится прямо здесь, в Англии, поскольку кузен Мот Стефан Блуанский приплыл из Нормандии и узурпировал трон. Вот так вот, ребята. Надо знать хорошо историю, чтобы немножко хотя бы шарить в этом во всем. Но, тем не менее, я скажу, что книжка очень-очень интересная, и мне нравится в ней принимать какое-то участие. Так, ну что же, спросить, как помочь? Если бы мы могли положить конец людским страданиям, может быть, это и в наших силах? Я прибыл сюда не только ради встречи с тобой. Я отправился на поиски гонца моего господина, графа Роберта. Сюда? В Кинсбридж? Фермы говорят, будто посланник направился в Кинсбридж пару недель назад. Он вез секретные бумаги, которые могут повлиять на исход конфликта. Здешний люд доверяет тебе. Может быть, монахам что-нибудь известно? Мы найдем его. И еще одно. Ни одна живая душа не должна узнать, зачем мы ищем рыцаря. Кто-нибудь знает, что случилось с пропавшим рыцарем Фрэнсиса? Взять. Вот так вот, ребята, мы получили с вами очередное задание. Вороны в церкви. Это что-то новое. Так, дверь на лестницу. Ха, вообще нельзя зайти, ребята. Ладно, пойдемте. И задание у нас разузнать о пропавшем рыцаре. Это значит, наверное, надо спрашивать всех братьев монахов, что они могут знать. И начнем мы, пожалуй, вот с этих вот монахов молодых. Вдруг они что-нибудь нам подскажут. Братья, вы ничего не знаете о приезде рыцаря в Киндридж? Здесь был граф Шеринга и некоторые его рыцари. И много друзей знати на Рождество. Я говорю об одиноком всаднике, о вестнике. Кажется, нет. Если бы кто-то к нам и приехал, его непременно заметил бы граф Пол. Брат Пол вернулся в будку у моста. Ясно. Благодарю вас. Так, ну что, ребята, я теперь понял. Нам надо идти к Полу в будку у моста. Это значит, выходит где-то... Слушайте, а мы же, по-моему, с вами начинали игру как раз у моста. Где делили сыр с братом Марком, который обжора и вор. Что у нас здесь? Деревня Киндридж. Здесь мы, кстати, тоже не были. Эй! Я уверен, что в окне кто-то промелькнул. Но большая часть домов стоит пустая. Прикольно, да, ребята? Собор, а деревня просто... Мертва. Здание возле поля. Ага, что это за здание у нас такое? Хм, дверь. Ну, давайте попробуем войти. Это какая-то мельница у нас заброшенная, по ходу дела, да? Замерзшая все уже. Почему тут заперто? Слушай, Филипп, мне вот это тоже интересно знать. Но больше здесь нам делать нечего, да? Да, абсолютно ничего нету. Ну, давайте тогда возвращаться в деревню. И вообще нам нужно выходить сюда. Дорога на север. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там. И дорога на юг еще есть. Дорога на север просто ничего, тупик. Никуда нельзя пройти. Ни влево, ни вправо, только лишь к воротам. Тогда давайте дорогу на юг выберем. Ага, вот. Брат Пол, ты как раз-то нам и нужен. Брат Пол? Филипп? Ах, ох. Спросить о ноге Пола. Что у тебя с ногой, брат Пол? Кости ломит. Как весна придет, получше станет. Лучше бы у тебя горел огонь. Я потерплю, не так уж и холодно. Напрасно ты так говоришь. Многие умрут этой зимой от нехватки еды или крова. Брат Ремигий говорит, что Господь посылает нам и святание, и только грешники погибнут. Нет, погибнут бедные и те, кого он заставляет мерзнуть на ледяном ветру. Только не говори Ремигию, что я жаловался. Если он узнает об этом, он будет недоволен. Дать горячий камень, может быть, ребята, ему, а? Пускай погреет ноги. Вот Пол, погрей ноги. О, езжет. Хе-хе-хе. Горячий камень. О-о-о. Какое облегчение, Филипп. Спасибо. Почему Ремигий не дал тебе дров для костра? Да и вообще, зачем он заставляет тебя тут сидеть? Я не противлюсь. Зима рано или поздно кончится. Филипп, рано или поздно тебе не избежать ссоры с Ремигием. Уж лучше отвечай ему. Не молчи, коли он тебя обвиняет. Не молчать? Ничто его так не злит, как молчание в ответ. Он начинает защищаться и выглядит очень жалко. Не пристало так выглядеть помощь Куприора. А уж тем более Приору. Так, давайте спросим о рыцаре. Ты ничего не слышал о рыцаре, приезжавшем в Кинсбридж? Рыцаре? Да, он лежал у дороги. Всего в миле от монастыря. Должно быть свалился с коня. И где он теперь? Умер. Мы похоронили его на кладбище. Как его звали? Он успел что-нибудь сказать перед смертью? Он не мог говорить, но по лицу было видно, что он очень напуган. Я держал его за руку и молился за него, пока он не умер. Что было у рыцаря при себе? Он вез письмо. Я дал его Криору Джеймсу. Должно быть, Ремиги сожжет его с остальными бумагами Джеймса. Джеймс завещал сжечь его книги и прочие документы после его смерти. Кроме Библии. Я слышал об этом. Мне кажется, это ошибка. Иногда я думаю, не в этом ли письме дело? Через несколько дней Приор Джеймс провалился под лед. Вон в ту полыню. Вот я и думаю, не навлек ли я проклятие на Кингсбридж? Как может навредить письмо? Как может навредить письмо? Слово Божие несет спасение. Но что если дьявол создаст свое писание? Что тогда? У Рисера Фрэнсиса было при себе письмо. Возможно, оно в комнате настоятеля. Взять. Ну что же, ребята, давайте на этом я закончу свой выпуск. И мы уже продолжим в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин